22 июня глава района Умарганба провел рабочее совещание. Глава района вначале отметил, что совещание такого уровня проводилось в последний раз еще в марте текущего года и связано это было с введением чрезвычайного положения в республике и напомнил о мерах, которые были приняты властями для борьбы с коронавирусом. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация в районе спокойная и по рекомендации руководства страны происходит поэтапный выход из ограничительных мер, принятых правительством республики Абхазия ранее. Ограничения сняты, но границы по-прежнему остаются закрытыми, заявил глава района. По словам Умарганба, ожидать отмены сразу всех ограничений не стоит. Нужна целая система, которая исключит новый рост заболеваемости в случае отмены самоизоляции и прочих карантинных требований. Особую благодарность глава района выразил всем службам. Благодаря слаженной и ответственной работе, в результате которых не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Я хотел бы поблагодарить во время карантина все службы района, которые находились в карантине, те, которые осуществляли все свои действия. Это администрация района, это координационный штаб, это ЦРБ, РОВД, СГБ, ПЧС, все службы. Коллективу администрации Галского района глава представил нового начальника милиции Лоуренцо Когония, который ранее был начальником РОВД, Маку Гергедава, назначенную на должность главного врача и главного санитарного врача ЦРБ, и Зою Чача, нового редактора газеты Мерзагана. Начальник налоговой службы Роберт Джиба, рассказывая об общей ситуации с налогами, отметил, что из-за карантина, во время которого не велась работа по сбору налогов, план выполнен на 69%. Начальник финотдела Нина Гунчадзе подчеркнула, что ситуация довольно сложная, денежных средств, чтобы выплатить заработную плату в бюджете нет. Остается надеяться на поступления из республиканского бюджета, которых тоже на этой неделе Минфин не обещает. Соведующая районным отделом образования Сида Лацужба проинформировала, что один экзамен по русскому языку и литературе сдан, 23 июня выпускники будут сдавать алгебру. Был поднят вопрос о проведении выпускного бала. Сида Лацужба заявила, что накануне провела совещание с методистами, завучами и директорами школ, большинство из которых были против проведения городского бала. После долгого обсуждения участники совещания пришли к мнению, что не имеют права принудительно проводить городской бал, если большинство против его проведения. Сотрудница паспортного отдела Татьяна Чистякова сообщила, что очень много людей обращаются к ней с вопросом, как быть тем, кто остался за Ингуром, а срок документов, удостоверяющих личность, истек. На что Омар Бганба ответил, что с 22 июня по 24 июня гуманитарный коридор открыт, и все, кто не смог своевременно вернуться в Абхазию, будут иметь возможность возвратиться домой. 24 июня в среду глава администрации Галского района Омар Бганба провел рабочее совещание со своими заместителями и главами администрации сел. В первую очередь, Омар Бганба поблагодарил глав сел за слаженную работу во время карантина, отметив, что во время ограничительных мер не было ни одного нарушения ни со стороны сельчан, ни со стороны горожан. Начальник финансового отдела Нина Гунчадзе отметила, что в районе очень сложная ситуация по выдаче заработной платы. До сих пор бюджетникам не выдана зарплата за май месяц, некоторым и за апрель. На сегодняшний день это не представляется возможным из-за отсутствия средств в районном бюджете. Нина Гунчадзе подчеркнула, что это зависит от дотации и, конечно же, поступлений в бюджет района оплаты земельного налога. Обращаясь к главам администрации сел, Омар Бганба отметил, что несмотря на отмену отдельных видов налогов, налог на землю никто не отменял, и поэтому необходимо активизировать работу в этом направлении. Безусловно, исходя из финансовых возможностей налогоплательщика, есть, конечно, семьи, которым необходима помощь со стороны государства. Клавы сел поддержали руководство района и ответили, что сделает все возможное со своей стороны. Некоторые из них отметили, что сетчане переживают не самые лучшие времена. У многих ухудшилось финансовое положение в связи с предпринятыми ограничительными мерами, в частности закрытие границ. Главный агроном Лири Шония поручил главам сел предоставить следующему совещанию информацию о состоянии дел в селах, связанные с пахотными и пассивными работами, и предоставить список семей, которым необходима помощь. Начальник городского хозяйства Генрих Тужба отчитался о проводимых работах управления городского хозяйства. По его словам, сотрудники ежедневно занимаются благоустройством города. На этой неделе сотрудники управления городского хозяйства устанавливают осветительные столбы вдоль центральной улицы Самурзаганской. Помимо этого, проводится подготовительная работа ко дню города. В завершение совещания глава района напомнил, что с 22 по 24 июня был открыт гуманитарный коридор на госгранице через КПП Ингур, и жители Абхазии могут вернуться домой, даже в случае просроченных форм номер 9.